добрый вечер друзья меня зовут максим вы смотрите канал за квайс мы ведем свой репортаж с озера заринский наше любимое место в омахе одно из любимейших где мы гуляем почему это место нам очень нравится когда мы жили в москве частенько любили выехать в летний период времени на истинское водохранилище кто знает есть очень интересный подъезд если ехать через город истру недалеко от нового иерусалима есть поворот попадаете прям практически возле плотины истинское на это самое водохранилище и там можно бросить машину и на лодочке переправиться там есть такой замечательный полуостров особо ушло люди про него знают из туристов из местных и там можно было поставить кемпинг и на выходные уединиться вот это местном очень очень напоминает наше любимое место подмосковье теперь давайте сделаем сравнение сравнение чтобы доехать до вот этого места из юго-запада до истры нам приходилось потратить приблизительно полтора-два часа это было связано с московским трафиком с тем что стоял мкад стоял новая рига особенно выходные дни несмотря на то что в общем-то на воришке автобан сделали неплохой но все равно он не справлялся с транспортным потоком а сейчас наверно вообще стоит о какой-то таракан и мух ползет на по объективу вот опять же куча очень неприятных нюансов потому что на выходные приезжал очень много местного было которое врубало свои эти магнитофоны магнитолы и все этот унс унс тынс тынс мы с братками трали вали круг лепс и прочий шансон это все бринга махала все выходные до трех часов ночи вынося мозг ну опять же как у нас любят приезжать отдыхать и москвичи и как бы вот эти вот подмосковные персонажики любители такого алко отдыха привозит собой бутылки стекла тару все это бросается бьется никто с собой мусор не увозит за этим исключением люди которые реально турист они все это упаковывают в потеки увозят а так после себя люди в основном оставляют городу мусора мы давайте посмотрим заринский вот такой вот замечательный асфальт это дорожка прогулочная она идет прямо по всему периметру я сейчас вам покажу то найдет вот так там идет уходит там у нас райончики вот эти вот застроечные дорогостоящие уже вам в одном из роликов показывал там мостик это все вот и большой круг а там еще малый круг я тоже в одном из видео мы его показывал и дорожка вот так что идет сюда и приходит сюда полная тишина то сейчас бухает это к сожалению фос джулай народ готовится к празднику дни независимости взрывая всякую разную пиротехнику вот обычно здесь тихо спокойно а сегодня будний день у нас среда народу практически мало но все равно люди после работы сюда очень охотно приезжают провести активный отдых видите люди на велосипедах бегают спортом занимается то приятно видеть когда люди ведут активность спортивный образ жизни рыбаки его там устроить смотрите все цивилизованно никто не орет матом не кричит водку из горла не хлещет бутылки не бьет почти не гасит не кидает ничего прям повторальная картина причем заметит мексиканцы удит рыбу тишь гладь благодать вот ну и самое интересное от нашего дома и заринский располагается приблизительно в 10 минут езды нам всего лишь нужно выехать на хайвэй по хайвэй про чуть-чуть с хайвэй съехать то есть где-то здесь 15 минут и мы оказываемся здесь то есть не полтора-два часа всего лишь 15 минут и все и мы гуляем здесь замечают наслаждаемся не хочу делать никаких сравнений выводы делать сами господа пишите комментарии по поводу этого видео мне всегда приятно читать то что вы пишете подписывайся на канал если заинтересуют вопросы миграции пишите задавайте постараюсь на все вопросы ответить оставайтесь мной на канале и хорошего дня и здоровья вашим близким